Если у вас какие-то вопросы или проблемы, я могу опять объяснить. Во-первых, Бог нас любит вечно. Он и спереди, а также и сцены. Он всегда нас служит. Он всегда о нас думает. А также у него хорошие планы в книге жизни на небесах. Мы очень специальные и драгоценные люди перед ним. Мы потенциальные великые люди. Каждый из нас может сделать что-то великое для Бога. И каждое утро, когда мы просыпаемся, мы можем каждый раз сказать, Бог меня любит. Бог со мной сейчас. Бог заботится обо мне. У меня все причины есть для того, что вы рады вас об Нем. Я могу наследоваться жизнью. И мы можем назвать вас жизнью. Тогда мы можем наследоваться жизнью. Тогда мы можем наследоваться жизнью. У вас пытались сделать это? Всего дня я скажу, Бог славит меня. Каждый день я себе скажу, Бог меня любит. Бог со мной. У него хороший план для меня. Я могу наследоваться жизнью. Я могу сделать что-то великое для Бога. И я могу Ему служить с радостью. Я могу наследоваться Богу, а также наслаждаться в расслабленном сердце, в покое. Так что каждый день я снял жизнь так. То есть каждый день у меня такая жизнь. Поэтому я говорю вам. Теперь, а вы любите это учение? И я думаю что это очень полезно для вас. И вы можете применять это. Это моя вопрос. То есть у меня вопрос к вам. Вы принимаете это учение или нет? Вы уже практиковали в вашей жизни про то, что после нам... Давайте я бы сказал. Я как раз прошу по поводу практики, по поводу этого учения. За многих могу, по крайней мере, сказать, кто здесь сидит. Я понимаю, что это уже есть учение, и многие ходят в нём и двигаются, и многие, наверное, уже не один десяток лет в этом именно ходят. И я... Я понимаю, это... Это есть в нашем духе, в нашем сердце. Что я хочу спросить? У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Я лично, я тоже... Лично я тоже пережил... Вот как вот у вас в 98-м году был, да? То же самое пережил и я. Божье присутствие. И несколько дней я тоже был как пьян, и даже ни с кем не хотелось разговаривать, ни спать. Это с Божьим присутствием. И вот по сей день, если я начинаю молиться, и Божье присутствие всегда ко мне приходит. На физическом уровне. Я его ощущаю именно в животе, внутри, как тяжесть. Ну, это личные мои призывания. Я понимаю, у многих по разному. У меня вот как тяжесть, во рту слушают, постоянно. Это значит Божье присутствие в жизни. И я не понимал, что мне нужно делать. Я чувствовал сильное Божье присутствие. Меня же и трясло, и я дома когда молился, я даже падла. Я не знал, что делать. Вообще не знал. Куда мне идти? Может, за кого-то молиться? Я реально не понимал. Да, и слава Богу, что есть такие учения, что как они можем разрушить? И вопрос в чем? Первый вопрос. Как направлять это помазание? То есть, вот оно пришло или, ну, я понимаю, оно лично для меня должно быть. Но, может быть, его куда-то, в какое-то русло направлять именно конкретно. И как это усиливать? Вот потому, что я сейчас свои личные переживания скажу. Бывает такое, что это, я уже понимаю, не от меня зависит. Иногда бывает, что так сильное Божье присутствие, сильное. А иногда, ну, оно есть, но не такое сильное. И оно, я уже не понимаю, от чего оно зависит. Я говорю, вот так, чтобы, может быть, она уже вырастет мысль свою. Как усилить? Как усилить? И как направить? И куда направить? Может быть, выслей? Может быть, выслей? Может быть, выслей? Как это понятно? Или просто пожар? Что? Позвольте спросить по одному вопросу, потому что все вопросы не буду запомнить. Как это усилить? Как я могу укрепить анонимение? Хорошо, хорошо. Первое, я очень рад, что ты спросил вопрос, потому что я хочу интерактив. Так что я очень люблю это, чтобы ты думаешь и применешь. Во-первых, я очень рад, что ты спрашиваешь вопрос. Я уже понял, что вы уже что-то принимали, и вы можете практиковать именно это. В Библии, в Первое Царство, 10 глава, 19 стих Там написано про группы прологов, которые были ученики somewhere. Они все играли на какие-то инструменты. Может быть, они просовывали Бога. И они пророчитывали. И then Samuel told Saul to go to that group of prophets. Самуэль сказал Саулу, чтобы подойти к ним. И он сказал, you'll be changed to a new person. And what it says there, 1 Samuel 10, verses 5-10. Сверху, да. Сверху, да. Сверху, да. И сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делаешь, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. И ты пойди, приедешь для меня в Галгал, куда я приду к тебе, для принесения всесожжений и медных жертв. Семь дней жди, доколе не приду к тебе. Тогда укажу тебе, что тебе делать. И как скоро Саул обратился, чтобы Тет Самоил, Бог дал ему пино из сердца. Избылись все дни знамения в тот же день. И когда пришли они к холму, Бог встретился им в сон пророков. И сошел на него Дух Божий, и он пророчествовался среди них. И найдет тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься новым человеком. А тогда с седьмой стима он объяснил именно, почему это произошло. И когда честновения сбудутся с тобой, тогда делаешь, что будешь друг от твоего, ибо с тобой Бог. Вот это местописание говорит именно о поможании Богу. А также в книге День и Апостолов там написано, как все апостолы были наполнены Духом Святым. Тут написано именно в седьмом стихе, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. Существует три типа или три вида Божьего Иисуса. Первый вид – это Божье присутствие над каждым из нас. Второй вид – это когда существует Божье присутствие в каждом сердце каждого верующего. А в этом местописании именно не говорит об этом. Если бы была генеральная присутствие Божьей над всем, тогда тут не написано. А также второй вид – когда у каждого верующего есть Божье присутствие в Нем, тут не написано. Но в тот раз, в тот момент, Самуэль сказал, идите к этой группе. И было мощное присутствие Божьей. И ты будешь изменен, и ты становишься новым человеком. И ты начнешь пророчество. Это мощное помазание Божьей. Как же они сохранили это присутствие? Они продолжали прославить Бога. И они пророчатся в присутствие Божьей. И они пророчатся в присутствие Божьей. Они должны сохранять присутствие Божьей. Также в книге «Деяния апостолов» Когда ученики Иисуса молились, вместе Дух Святой над Ним были. Так что присутствие Божьей для каждого человека, оно не находится на одном уровне. Когда люди пророчатся в Духе, когда люди пророчатся в Духе, и в Истине. И они пророчатся в Духе, как в прошлой вечере. И два человека имели к живой небе. Но это не происходит постоянно. Это происходит в определенное время. И там где это сильное присутствие. Может быть, вы уже заметили, что утром не было такое же помазание, как вчера. Сегодня утром. Когда ты проснешься, утром. Тебе не было такого же помазания, как вчера вечера. Я был на некоторых служениях, и помазание Божьей было очень мощное. И однажды кто-то подошел ко мне, чтобы я за него молился. И она была за него молиться. И она была за него молиться. И она была как, ну, на два метра примерно. Но когда она была на два метра, я за нее молился, и она упала. Однажды я куда-то подошел, чтобы проводить именно такие учения. В машине я молился так, что, ну, отдохнул. То есть иногда я молюсь, иногда я отдыхаю. И когда я вышел из машины, они ко мне подошли. И я поздоровался с одним из лидеров. Никто из нас не молился в то время. Но она ощущала присутствие Божьей над ней. Она начала плакать. Она начала говорить немецкими языками. Она начала трещить. И одна сестра, которая стояла на один метр от меня. Также она ощущала именно присутствие Божьей. Но это нисколько случаев в моей жизни. Это не каждый день. Много раз это не было так. То есть присутствие Божьей, уровень присутствия Божьей иногда поднимается, иногда спускается, понижается. Даже в одно служение, ты можешь ощущать, что после проповедь, и во мне огонь горит, и так же у людей был какой-то огонь. Но когда я за них молился, они ощущают присутствие Божьей. Но после всего они начнут говорить. Даже когда я им скажу, пожалуйста, не говорите, пожалуйста, молитесь. Иногда я ощущаю и уже заметил, что присутствие Божьей снижается. То есть мой ответ для тебя, это то, что присутствие Божьей снижается, так же поднимается, зависимо от твоего отношения с Богом, а так же от твоего отношения с другими людьми. Чтобы иметь именно присутствие Божьей везде и всегда мы должны следовать за Богом, так же иметь присутствие Божьей в нас. Я уже вам рассказывал несколько пунктов, чтобы сохранять именно присутствие Божьей. Во-первых, ненавидеть грех. Покаяться, покаяться. Не делать именно грех. А так же опустить наши грехи. Во-первых, это ненавидеть грех. Второй пункт это Библия. Иногда люди ощущают присутствие Божьей, но они не хотят читать Библию. Это очень важно, чтобы читать Библию, а так же вспомнить то, что написано в Библии. А так же практиковать то, что ты читал в Библии. Третий пункт это иметь веру. Верить, что Бог нас любит. Вообще-то Он нас любит. Он очень рад нас наполнить Духом Святым. Никогда не говорите, Бог, ты где? Всегда говорите, что Бог любит наполнить мое сердце. И четвертый пункт прославить Бога в Духе, а так же в Истине. Основа, это то, что ты можешь прославить Бога один, три, два часа долгое время. Даже когда мы делаем другие вещи, мы должны любить и прославить Бога. Даже прямо сейчас, когда я провожу вот это учение, я и люблю Бога, а так же прославляю Его. И then number five, hunger for God. Пятый пункт, I want hunger for God. I want God to be in my life more. Я хочу, чтобы Бог был во мне, Его присутствия были больше и больше. And number six, obey God in every area. Шестой пункт, будь послушен во все. Особенно в Крэйском поручении. Особенно в Крэйском поручении, когда мы исполняем Слово Божие. Нормально. То есть, заключается в том, что мы должны проповедовать Евангелие. А так же поднять других людей в христианстве. Не только проповедовать Евангелие. А так же помогать другим людям увеличивать их веру. Сигмой пункт, the laying of hands of spirit-filled people does help. The laying of hands of spirit-filled people, of spirit-filled people who lay hands on you, it helps. Если кто-то за тебя молится или возлагает руки, это поможет. Если кто-то за тебя молится, это поможет. А так же, последний пункт, номер 8. Хандел все проблемы в жизни. Так. Вот мой пункт. Ты должен решать все проблемы. Выйти или решать проблемы. Так. Чтобы другие люди не влияли на нас. Чтобы эмоции не влияли на нас. Чтобы иметь свободу каждое время. Что бы в мире? Чтобы твои проблемы не влияли на тебя. Ты должен выйти из них. Ты должен выйти из двойки постоянно воевать. Можно ли говорить? She's asking, do we have to solve our problems? No. То было вчера, что после того, что он уничтожил. Now, this, I will come to you after finish this. I will answer about problems. Харри, я буду отвечать на ваши вопросы про проблемы после, именно, то, что мы приехали. The meaning is not to be affected by the problems. Самое главное это то, что проблемы не в реально нас. Чтобы проблемы не влияли на тебя. You may not be able to change your husband. И других, и других, и на нас не влияло ничто. Ты можешь не влиять на твоего мужа. So, you may not be able to change your husband, but we learn how to. Ты можешь не изменить муж, but we learn not to be affected by them. We learn not to be affected by them. Но мы учимся, чтобы они на нас не влияли. You don't have to wait until your husband or your wife turn good before you can be joyful. Ты не, ты не, ты не должна или не, или не должен, ты не должен ждать того момента, когда твоя жена будет изменена. If you wait until everything turns good, you might never come to that day. Если ты ждешь до того момента, или до того дня, когда муж или жена изменилась, вообще-то мы можем не дожить до этого. We learn to be joyful in the presence of problems. Мы должны научиться радоваться Богом. So, these are the points, how we can keep the anointing. Вот это все такие восемь пунктов для того, чтобы сохранять присутствие Божьей. Now, I have to say this. In the meeting last night, in the meeting in the big church, one day, I want to tell you what I observed. И я хочу с вами поделиться то, что я увидел вчера воскресное служение на Левомолтовской. There were people who hunger for God. Я увидел люди, которые вообще-то имели жажду по Богу. But there were also people talking in the back. Но я увидел также людей, которые там-назад разговаривали между собой. Чтобы собрание было на самом деле помазано. If everybody understand, it's very important for us all to be loving God and worshiping God, for God's presence to come strong. So, if you have meetings, everyone is very devoted to the presence of God. То есть, когда у вас собрание, и каждый пребывает в присутствии Божьей, the anointing of every person will be raised. Помазание каждого человека будет увеличено. And with time, the group of people who have strong anointing to go out to bless people. И те люди, у которых есть помазание, они будут в Брагословии других людей. Если люди говорят, пожалуйста, приходите ко мне. Помолись за меня. Они просто ищут благословения. На самом деле, присутствие Божьей не будет так сильно. Но те люди, которые говорят, я хочу присутствие Божьей во мне. Я хочу найти Бога. И присутствие Божьей будет сильнее и сильнее. То есть, когда у вас, ну, каждый день и каждое воскресенье собрание, присутствие Божьей будет на каждом. Did I answer your question? Ответили я на ваш вопрос? Yes. Now, do you want me to answer your question now, or do you have a question? Ответили вы, что я отвечаю на ваши вопросы? И должен я продолжать? Yes. It's understandable. It's understandable. Understandable. Okay. The point is, have you learned how to handle the problems, not to be affected by them? У меня вопрос к тебе. Ты уже научилась, как людям... Не влияет на тебя. У него вопрос к вам. Я тоже не до конца. Я тоже бы хотел спросить вам по поводу... Еще не до конца. Уже есть процесс. Ну и ты не до конца. She learned, but she's in the process. He wanted also to ask the same question. What I want to say is, we will always have problems in our lives. Хочу вам говорить это. У нас всегда будут проблемы в нашей жизни. There is no day in your life that there will be no problems at all. Ни существует ни одного дня, когда у тебя не будут проблемы. There are always sinners. Sinners always have problems. Мы всегда грешник, и у грешников всегда бывают проблемы. And we have sins, and we also have problems. У нас грехи, то есть у нас проблемы есть. I use this illustration. У меня такой пример. When someone talks to you, there are two things that come to you. Когда кто-то тебе что-то говорит, всегда к тебе идут две вещи. First, what he says. Во-первых, то, что он скажет. Second is his emotion. Во-вторых, его эмоции. Может быть, он тебе скажет. Быстрее. Быстрее. The message is. Do it faster. Сообщение это то, что сделай быстрее. But also there is an emotion. А также есть эмоция. He shows some frustration. Он что-то покажет. Let me ask you. What do you usually take? When someone says, hurry up. Позвольте вас спросить. Что вы принимаете, когда человек вам скажет? Быстрее. Emotion. Emotion. Right. So when there are two things that come to you. The message and emotion. То есть из этих две вещи, которые придут к вам. Сообщение, а также эмоция. Very often we take that emotion. Часто мы принимаем эмоцию. And also for us, we have also two responses. То есть, также у нас два ответа. One is responding to the word. Во-первых, мы можем отвечать на слово, которое он сказал. And second, we have our own emotions. Во-вторых, у нас свои эмоции. For instance, the pastor says to you. Next time when you worship, please sing louder. Допустим, что пастер вам говорит. Пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете похороняться, пожалуйста, пойте громче. The message is sing louder. Сообщение заключается в том, что вы должны петь громче. The pastor might not have any emotion. Может быть, у пастера нет никакой эмоции. But we have our own emotions. Но у нас свои эмоции. We might say, oh, the pastor is saying, I'm not saying loud enough. Может быть, мы можем подумать, Боже мой, пастер вообще так говорит, что я громче не пою. So the pastor is not happy with me. То есть, пастер не радовался за... So I'm not serving God well. То есть, я не служу Богу. I'm no use. Вообще-то, мне не нужно тут пребывать в такой цели. I cannot do much. Я не могу больше стереть. I want to cry. Я хочу плакать. Now, some people respond like that. Некоторые люди так отвечают. Even when people say nice things. Даже если будут говорить хорошие вещи. You did a good job, someone said. Someone says, you did a good job. Может быть, кто-то тебе говорит, Ты монадист, ты хорошо все сделал. And everyone will say, so I... Did I do a good job last time? So... То есть, вы можете его спросить, Сделал ли я хорошо так же? Я монадист? Был я монадист в прошлый раз? How come last time you didn't say anything? Почему же в прошлый раз ты так мне не сказал? So, for speak, we all have these emotional responses. У нас всегда есть такие эмоции в ответах. Because we have unhealthy subconscious mind. Потому что у нас нездоров... Unconscious mind. Unconscious mind. Нездоровый ум внутри нас. But if we handle our subconscious mind. So that it's all healthy and joyful. То есть, если мы будем контролировать вот этот здоровый ум. No matter what people say or do. We will say, I am still joyful because God loves you. Не важно, что люди будут вам сказать. Вы будете всегда говорить, что у меня радость в Боге. No matter what they say. It still doesn't change the fact that God loves me. И не важно то, что они говорят, они являют на тебя. It doesn't change the fact that I am a precious person in the sight of God. То, что они говорят, они будут заменять то, что я драгоцен пред Богом. And I can do great things if I follow God. И могу сделать что-то великое для Него. So our security has to come from God's love. То есть, наша защита придет к нам от Бога. But many people's security comes from husband and wife. Many people's security comes from husband and wife. У многих людей бывает то, что их защита зависит от мужа или от жен. And come from positive responses from people. Либо защита зависит от ответов других людей. But sometimes we don't get positive responses from people. Но на самом деле сейчас мы не принимаем защиту от других людей. So we'll be disappointed. We'll be disappointed. We'll say, oh, I cannot do it. Lose hope. So in order to be able to be joyful all the time, that we have to build a security on the love of God. That doesn't change anytime, anywhere. Чтобы иметь вечную радость, мы должны настроить на защиту Божьей. Now, this takes time to learn. То есть, нам нужно время для того, чтобы научиться это делать. I share an experience here. Я сейчас поделюсь опыт. I know a pastor who always, you know, appreciate me because he likes to infill the Holy Spirit. Я знаю пастера, который всегда мне сказал, что ты молодец, потому что я всегда ощущаю присутствие Божьего. And he knows a man who do ministry in different places. И он узнал человека, который проповедовал многие места. But this man doesn't accept the infilling of the Holy Spirit. Но тот евангелист, он не верит в том, что мы можем ощущать присутствие Божьей Дух Святой. То есть, однажды я поехал с этим человеком, который не верит именно присутствие Божьей, чтобы где-то послужить. И он меня спрашивает, что ты делаешь? И я ему ответил, что я несу пробуждение. И я преподаю людей, учу людей. И я обратно вернулся. Потом он ко мне подошел с пастером, который верит в присутствие Божьей. С пастером, который верит в присутствие Божьей. So, let me go on just this. Now, this is the pastor who believes in the Holy Spirit. Допустим, это пастер, который верит в присутствие Божьей. This is the man who doesn't believe in the infilling of the Holy Spirit. This is the man who doesn't believe in the presence of the Holy Spirit. And this man said to me. The man who doesn't believe in the presence of the Holy Spirit. He said to me, why did you say to the pastor, you do revival? He said to me, why did you say to the pastor, you do revival? That pastor has a big church. Oh, у того пастера есть большая церковь. Чем других пастерей, которые я уже увидел. He has a big church. Doesn't he know how to do revival? У него большая церковь. И он мне задавает такой вопрос. Он не знает ли, что... Не несет ли он пробуждение? Думаешь ли, ты можешь сделать лучше, чем он? У меня никакие мысли, чтобы ему сказать, что я могу быть лучше, чем ты. Я не сказал, что я много чего-то лучше, чем другого пастера. Я просто сказал, что я пробужу души других людей. Это мое служение. Но тот человек, который не верит, что мы можем ожидать в присутствии Духа Святого, не верит. Он говорил мне за около половины часа. Мы с ним общаемся в течение портарашься. Держите мне, что ты слишком рад. Он мне говорит, что у тебя гордость. Думаешь ли, что ты лучше, чем того пастера? Как же я себя контролировал? Во-первых, я знаю, что он не верит в то, что мы можем ощущать Дух Святой. Во-первых, это не полезно проводить какой-то диалог с ним. И это не очень полезно. И это не полезно для меня, чтобы чувствовать себя эмоционально. Поэтому просто позволяю ему просто говорить, высказать. Внутри сердца я молюсь о нем. После того, как он там высказал все, что он хотел, я говорю спасибо. И тогда он уходит. И пастер, который верит именно в крещение Святым Духом, говорит мне, «И я могу видеть, что вы не повлияете от него все». А, пастер, который не верит, это понял. Присутствие Духа Святого, да. Что я вижу, что… I'm sorry, what was the last one? А, что он на тебя не повлиял так особо. He said all these negative things. Он высказал такие негативные вещи. I still stay calm and peaceful. И все равно я оставался спокойным. Why could I stay calm and peaceful? А что помогло мне быть таким спокойным? Because I analyzed his heart, I think about his heart. Я анализировал его сердце, я думал о его сердце. He doesn't accept an infilling Holy Spirit. And also at the time he was emotional. And it's no use to discuss when he's emotional. So I just say, I put it in the hand of God. And I just stay peaceful. And I just stay peaceful. There is no point for me to lose my joy because of him. There is no point for me to lose my joy because of him. Basically, I let's go of what he said. And I can still stay peaceful. And this pastor saw that I really handled my inner feelings. And this pastor saw that I really handled my inner feelings. So this is an example of how not to be affected by people and stay peaceful. Because I know people have problems. I know that there are a lot of problems. And when you deal with them with the Holy Spirit, you can stay in the world. And in such situations. But many people have this lie inside their hearts. Have a lie. You know, a liar. А, okay. И у некоторых людей есть такое, как бы, ложь, естественно. The liar said, if someone did not treat you well, you have the right to be angry. А, когда к тебе относятся, как бы, неправильно, что у тебя есть право, как бы, гневаться. А, at least give him a stare in your eyes. И внука бы просто взглянуть в его глаза. Let him know you're unhappy. И дать ему знать, что ты очень недоволен его поведением. И, на самом деле, оно вообще не помогает. So my point is, how the people are, we don't have to be affected by them. И в каком бы ни было состоянии людей, то мы не должны быть под влиянием. И подаваться влиянию этих людей. Есть те, которых мы можем изменить или менять. Но есть, к сожалению, те люди, которые вообще, ну, трудно менять. И нам нужно различать этих людей. Кого я могу менять? Кого я могу менять? И кого я могу, ну, без него. И при всем этом сохранить этот мир. Бог любит меня. И радость Господня. Бог любит меня. Не важно, что говорят. Что бы они ни говорили, это не изменит моё отношение моё Бог к Богу. Okay. Now, did I answer your question about people and problem? Situation. Ответив ли я на вопрос отношения людей с проблемами? Sometimes we worry about situation. We worry about situations. Иногда мы беспокоимся о некоторых обстоятельствах. For instance, we say, I have no money. Иногда мы можем сказать, о, у меня нет денег. У меня нет работы. У меня нет денег для служения. It's too hard. Очень сложно. Трудно. And then we lose joy. И, конечно, при этом, да, и тираем в мир. Или радость. Then you remember Matthew 6, 33. И тогда будем вспомнить, что написано в Матфея 6, 33 стихе. Seek first the kingdom of God and worship. Now, for many people, I give a term. . I tell you that I have written a term. I give you a word. Schizofrenia. I tell you that I'm trying to be like a relationship. Schizofrenia is schizofrenia. I can believe that God is Almighty. Но когда нет денег, что-то в меня не доверие. Я верю, что Он затоил всю жизнь на весь мир. Но когда нет работы, что-то Господь медлит вообще. Поэтому, когда мы верим Богу, нам нужно полностью, всем сердцем, во всех обстоятельствах Он может совершать чудеса. И таким образом будет свидетельство чудес в вашей жизни. Поэтому в любой ситуации, обстоятельства, довожу Богу. Но за любой проблемой есть уже решение от Господа. Он имеет ответственность, ответственность за эту проблему. Я просто доверяю Ему, и ты за Ним, и знаешь, что Он сам разрешит. Поэтому вы верите, не шиньте Царство Божие. И верите, что Он даст вам все, приносится вам. И Он возвысит вас. И можете совершать великое дело. Если ваша цель – это чтобы возвеличить Царство Божие. И не в признании людей. И иногда мы делаем вещи для Господа. И одновременно тоже личное признание людей. И люди говорят, ой, какой ты велик, чудесный, помазанный. И тогда у нас крепость, сил появляется. И когда люди не получают ответственность, мы теряем силу. И таким образом мы не ищем Царство Божие. Мы ищем Своего Царства. Когда мы ищем Господа, Господь – Он Бог. Господь и прославляется. Если люди не любят меня, то это не важно. То есть хорошо. Таким образом я могу сохранить и мир, и радость своему сердцу. Аминь. Есть вопросы? Аминь. Есть вопросы? Сейчас, дайте я вам скажу. Вы должны выполнить эмоцииrantиво-интенционально. Вам как-то нужно намеренно настраиваться в этих проблемах. Натеменно-интенционально. Ты планируешь это. Ты намеренно настраиваться на то, чтобы решить. Если вы не будете сами настроен на то, чтобы эта проблема разрешилась, у вас она не уйдет. Первое – это нам нужно намеренно настраиваться на разрешение этой проблемы. И второе – это рассчитывать эту проблему именно в спокойном состоянии. Самое главное в том, что ты веришь в Божью любовь, чтобы ничего не изменит это. То есть намеренно, чтобы разрешить эту проблему. И позвольте сказать вам, понадобилось шестнадцать лет и применять это в своей жизни. Вы научили уже за душевство, но оно понадобится время, чтобы ее применять именно на свою жизнь. Потому что следующий раз, когда ваш муж или муж, или ваша жена, или сотрудник на вас поругает, вы не сможете это сразу разрешить. Да, но это все время, чтобы именно контролировать свое эмоциональное отклик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова